все привет из солнечной греции с вами юля и вы находитесь на канале о вышивке крестом сегодня у меня вот такая вот небольшая выставка и я хочу с вами немножко поделиться мы этой выставкой дело в том что у меня сейчас идет заключительная часть ремонта в прошлом году мы сделали ремонт ванной кухне а в этом году я уже доделываю весь остальной дом то есть у меня прошла покраска стен дверей и ждем мы теперь новую мебель но пока мы ждем мебель все картины у меня сняты со стен все гвозди тоже были вытащены со стен чтобы все покрасить все выровнять и соответственно будем развешивать уже согласно новой обстановке но так как у меня все картины сейчас сняты и они находятся в такой специально большой сумки стоят на полу да я решила немножко вам показать все работы вместе да конечно же вы видели все эти дизайны все эти картины на моем канале и отшив и оформление кто со мной давно тот знает практически историю каждой картины но если новые зрители подписчики которым я думаю будет интересно но и вообще всегда интересно еще раз посмотреть на все картины вместе на оформление я люблю такие видео когда снимают девочки снова и снова когда показывают оформленные картины я наслаждаюсь так у меня здесь мы здесь расположились на диванчике вот это те картины которые у меня сняты с гвоздиков не все конечно но давайте я по одной вам немножко покажу поближе и немножко расскажу хочу начать самой большой моей картины одной из самых самых любимых картин это вышивка по дизайну lanarte схему я скачивала в интернете у меня была целая история многолетняя подшиву этой работы но к счастью все завершилось очень удачно работа отшита она висит но сейчас не висит ждет нового места вообще она у нас висит я на нее любуюсь и восхищаюсь этой проработкой насколько здесь все тонко переданы все эти крылышки переходы вышивается очень очень легко в одну и в две ниточки есть немножко металлика ну сказочно красивая работа и хочется пару что-то еще выше чтобы вместе как-то они смотрелись более гармонично и дополняли друг друга нужно будет подобрать у lanarte есть еще похожие дизайны нужно будет посмотреть и подобрать так покажу вам немножко багет оформление мне здесь в общем то нравится но иногда у меня приходят мысли переоформить и сделать немножко другую тональность багета ну может быть когда-нибудь я это и сделаю хотя конечно жалко потому что багет дорогой багет составной из двух багетов и дорого дорого обошлось все переоформлять конечно будет жалко ну посмотрим посмотрим давайте покажу поближе так насколько у меня здесь камера может увеличить значит внешняя внешний багет золотой с протиром внутренний зеленый с золотым протиром хорошее сочетание очень смотрится так сказать аккуратно да он не выбивается подчеркивает работу и очень похож на то оформление которое есть на обложке если не ошибаюсь по моему да очень похож оставили вы много воздуха но эта работа требует воздуха потому что она и сама очень легкая воздушная вот такая у меня есть красота она высоту около 70 сантиметров ширину около 50 получилась вот такая большая картина и хочется хочется как я уже говорила вышить что-то в пару но посмотрим следующая следующая это фея розового сада вышивала по оригинальному набору от алисы вышивалась работа на одном дыхании роста с таким удовольствием основы я не меняла хотя сейчас могу посоветовать всем тем кто будет вышивать поменять основу на равномерку в принципе смотрится в оформленном варианте очень очень хорошо и конва ни дырочки ничего не бросается в глаза но на равномерке будет нежней это понятно здесь у меня используется опять же два багета составные деревянные у нас в основном деревянный багет и к сожалению пластика практически нет вот поэтому не сэкономишь но что делать значит белый деревянный багет с вот таким вот интересным рисунком присутствует немножко розовиночка в нем очень легкие оттенки и второй простенький простенький багет темно-бордовый как паспорту да ну а в нашей багетной мастерской мы часто используем этот прием совмещая два разных багета и чтобы не использовать паспорту ну так как то интереснее оригинальней что-то новое оформлении очень очень люблю эту работу она пропитана каким-то солнцем каким-то приятным очень теплым нежным настроением и всегда когда я на нее смотрю знаете вот она приносит какое-то спокойствие мир в душе еще одна моя любимая работа это также ланарте ланарте дизайн маржелин бастин дизайнер по моему французский дизайнер выше в канале не пермин после этой работы я лен пермин очень очень полюбила и даже приобрела себе еще несколько отрезов для разных дизайнов здесь у меня багет вот тоже деревянный вот такой широкий простой с разными вкраплениями и вставочный маленький зеленый такой багетик тоненький так для придания свежести этой работы замечательный дизайн есть у меня в задумках вышить к нему пару вот видите все у меня в задумках в практике мало действий надо как-то организовываться и просто брать и вышивать чтобы уже вешать их в паре и это будет смотреться намного гармоничнее интересней так перейдем к следующей работе все отсвечивает лампы окна ну простите стараюсь стараюсь вам показывать как можно более четко это одна из моих первых больших работ вышивала также по скачанной схеме с интернета это дизайн от анкор вот такой прекрасный дом загородный с соломенной крышей а в этом дизайне есть машина а в машине есть парочка они куда-то едут отдыхать в машине использовалось просто жуткое количество бэкстича очень мелкого подробного и сложного и я долго-долго вышивала нужно было вышивать этих человечков сейчас вот не могу увеличить больше не увеличивается но там лица видны глазки бровки прям вот все-все-все есть здесь две собаки много цветов зелени и чисто ясное небо очень красивый дизайн шикарный шикарный долго мучилась его вышивала опыта было мало но я справилась я молодец оформление у меня здесь очень-очень простое это одно из первых моих оформлений паспорту золотой слип и вот такая простая несложно тонкая коричневая рамочка аккуратное оформление но сегодня могла бы ее оформить и по-другому время проходит меняется и мода на оформление взгляды и все вот тогда оформляла вот так спускаемся ниже так и давайте посмотрим ну две картины захватила сразу по-другому не получается давайте немножко вам о левой расскажу так может быть я приближу ага вот так чтобы мы на нее смотрели наше внимание обращали значит это тоже одна из моих первых работ когда я искала здесь у нас в Греции чтобы мне повышевать и здесь у нас с материалами со всеми вещами очень сложно и выбор маленький и вот в интернете я нашла схему на страмине это я так понимаю на очень тонком как сейчас гобеленовая сетка вот на таком страмине был напечатан рисунок вот такой красивый пейзаж опыта мало взяла значит с напечатанным фоном и приступила к вышивке очень мелкий страмин соответственно на рисунок везде сбивается и тогда я не понимала как мне можно все это совместить да как разобрать все цвета где что вышивать было очень тяжело долго мучила мучила но потом собралась просто силами с какими-то и закончила эту работу в целом смотрится замечательно мне нравится рамочку покупала просто в супермаркет единственное я просила чтобы мне вырезали паспорту видите оно нестандартное вверху и внизу оно шире чем слева и справа ну для меня это как бы не принципиально так как работа не супер супер какая-то работа хотя труда была вложена много я решила не тратиться на оформление а оформила вот очень экономно и просто тем не менее работа висит висела но мы ее также повесим потому что здесь очень красивый летний пейзаж вот такая красота приходим дальше а дальше как вы узнали многие я думаю узнали оленья триолис вот такой красавец на одиннадцатом каунте или на десятом нет на десятом шерстяными нитками вблизи конечно пиксельно но вы видите с расстояния как красиво не бойтесь десятого каунта уриолиса не бойтесь шерстяных ниток вышивается легко прекрасно красиво ложатся крестики и какой эффект да видно есть и передается туманность чувствуешь эту дымку эту влажность и эту тишину лесную да и вот как олень смотрит настороженно видно что-то какая-то веточка хрустнула и он затаился ушки на макушке вот такой вот красавчик олень на водопой очень-очень люблю эту картину простой сюжет но я ее обожаю и оформила я тоже ну не уляжется собака что ты с ней сделаешь оформила я тоже вот в такой двойной составной багет деревянный два деревянных багета дорогое тоже было оформление но мне очень нравится очень нравится вот так издалека смотрится правда красиво так идем дальше а дальше у меня золотое руно мне эта работа нравится своими красками своей эмоциональностью какой здесь добрый счастливый снеговик дети такие яркие влюбленные зима снежная но теплая потому что видите у них нет там кор так шоп они налегке вышли снеговика слепили вот такая очень красивая картина я ее люблю оформление здесь достаточно тоже простое это из первых моих работ оформленных белый паспорту золотой слип и вот такая рамка тоненькая на удивление она сюда подошла идеально подошла потому что здесь рама с золотым таким протиром не очень она золотая но есть у нее золото и есть прокрасы в этой раме вот в таких желобках сиреневого цвета который тоже используется в большом количестве элементами да в самой работе вот в одеждах в шарфах в варежках есть этот цвет поэтому очень оригинально смотрится легко просто но как бы со вкусом да на самой работе было представлено на обложке на наборах было представлено оформление с желтым каким-то ярким кислотным паспарту ну мне совсем не понравилось а вот мое оформление мне очень нравится конечно сейчас есть более интересные варианты оформления ну на тот момент я оформляла вот так есть у меня такие работы вот с таким простым оформлением двигаемся дальше ну эту красавицу не нужно представлять это адель опять же алиса шикарная лошадка она как живая вот кто ее вышивал все получают огромное удовольствие и знаете всем хочется когда вот ее вышивают все говорят что как хочется потрогать ее вот мордочку да вот этот носик губки там потрогать хочется настолько все это четко передано и конечно же эта красавица тоже займет свое место как только мы организуемся она у нас будет висеть оформление здесь тоже в таком же стиле белая паспарту золотой слип и вот такая деревянная рамочка тоненькая не сложная все очень гармонично смотрится рядышком в паре они так в паре у меня обычно висят это вот такая собака это курцхар вышивала по набору риолис шерсть тогда училась вышивать шерстью было интересно мне очень понравилось вышивается легко и собачка очень-очень красивая получилась оформление опять же это была у меня такая багетная мастерская в основном так мне предлагали оформление ну и я соглашалась белая паспарту золотой слип и зеленая вот такая деревянная рама с золотым протиром там разные вкрапления ну очень хорошо тоже смотрится красиво да так а здесь а здесь а вот ну эти работы у меня парные парными я их буду показывать с правой стороны все узнали оберег домашнего очага шикарная работа вышивается очень легко ну какая она стильная душевная яркая всем-всем очень нравится да кто даже вот с вышивкой никак не связан и другие работы как бы чтобы их оценить нужно их понимать что-то в вышивке здесь понимать ничего не надо она просто сама по себе прекрасная оформление здесь у меня идет нестандартно очень оригинальное две составные рамы верхняя рама идет как бы наслаивается на нижнюю раму сейчас тяжело мне вам это показать не буду уже поднимать работы вот а вторая работа это вот такие домики был у меня период мне хотелось их вышивать я их вышила здесь 4 домика по дизайнам фирмы леди 4 сезона вышиваются они не так-то просто простите потому что здесь очень и очень много деталей каждая работа насыщена мелкими деталями а значит часто смена нитки а значит очень-очень много бэкстича и кажется что что тут вышивать сядь за пару вечеров и выше но нет на каждую работу уходит как минимум неделя ну значит вот на эту работу месяц как минимум да поэтому она не такая простая но мне очень нравится я знаете вообще очень люблю украинские хатки и есть у меня задумка еще вышить не вот фирмы леди маленькие хатки от чаривной мыть там есть замечательные наборы с украинскими хатками вот эти пейзажи с украинскими хатками они такие теплые такие не знаю сердцу приятны и хочется их вышивать вот а вот этот дизайн мало кто знает это Dimensions да да это Dimensions вышивка на мюслине с напечатанным крестом да вот напечатанный там был крестик нужно было по нему вышивать в три ниточки для меня это было что-то новенькое что-то интересненькое я не знала как это будет все смотреться что получится но я пробовала здесь интересным стежком сплетаются вот эти сеточки они получаются как настоящие много птичек я люблю птичек и вышивать было очень интересно и легко вот они мои есть дернышки здесь вышиваются гладью интересная работа знаете вам хочу сказать смотрится в оформлении очень-очень эффектно потому что мюслин хорошо натягивается вышивка идет в три креста плотно и получается как будто это нарисованная картина вот посмотрите да с расстояния когда совсем близко подойти видны стежки а вот с расстояния когда смотрит глаз на расстояние одного метра как минимум да мы смотрим картины вот смотрится просто картина оформление мне здесь очень-очень понравилось здесь две составные рамы опять же такие опять же деревянные белые и вот такая мятная с вкраплением очень нежно смотрится классно но она у меня получилась как бы такая одна сама по себе и с другими работами не очень компонуется нужно будет думать куда я ее повешу но сама картина мне очень нравится очень-очень так а вот это у меня был оригинальный наборчик от РТО романтичные розы прекрасные красивая работа шикарная и мне так хотелось его оформить что я не сдержалась купила рамочку в икее и сама оформила смотрится хорошо смотрится достойно но к этой работе нужно опять же вышивать пару есть у РТО шикарнейший набор называется рананкулёсы по-моему как-то так сложное название цветов ну лютики да по-простому вот опять же руки не доходят надо вышить и вместе их повесить будет смотреться тогда хорошо мы пришли на кухню вы простите у меня здесь посудомочная машинка работает холодильник жижит но все нормально живая обстановка в доме здесь у меня на стене вот так расположились две картины красавицы обожаю их вот очень люблю ну как все мы любим наши работы наши произведения мы в них душу вложили время энергию и когда они оформляются они преображаются как их не любить да это две работы очень ревно мыть совсем недавно она вам показывала их в оформлении эта работа называется чай с клубникой смешанная техника здесь вот бисер и крестик две рамочки здесь составные белый багет ну и темно и синенькие да вот тоненькая рамочка это синий ну а здесь оформление посложнее потому что здесь идет коробочка чтобы было пространство для лент вышивка лентами тоже чаривно мыть отсвечивает все простите сейчас вот чаривно мыть посмотрите какая красота всем эта работа очень нравится вот лентами вышивка потому что она смотрится объемно и очень красочно мужу понравилась багетчику все кто видят всем она очень нравится ну а в паре смотрится замечательно так это дизайн от майкла пауэлла вышивала вот такую вот метрику такую вот церковь здесь очень интересная надпись если хотите поставить поставьте на паузу почитайте кто знает английский я уже не буду сейчас переводить немножко призабыла работа интересная красивая вышивается легко ну нужно брать каунт 14 и больше ну на линде нужно вышивать вообще-то 27 каунта чтобы покрупнее я вышивала на 18 получилось мелковато как-то я тогда об этом не подумала ну ладно ну вот такая есть рамочка тоже интересная висит дальше моя орхидейка календарь с церквями россии по-моему золотое кольцо здесь называется люблю такие календари ну вот так буду показывать издалека простите по-другому не получается сильно отсвечивает мой петух вот кастом крафтс тоже недавно оформляла красивая шикарная работа большая 50 на 50 вот рядышком висят мэгги и макс от dimensions посмотрите да насколько разнятся они по размеру вот мои любимые картины висят у меня над моим рабочим местом ну эти работы в особом представлении тоже не нуждаются и сейчас бликут очень сильно просто покажу как они вместе смотрятся надеюсь получится вот макса кстати нужно будет переоформлять потому что мне там очень сильно зажали очень много украли крестиков и теперь макс смотрится меньше чем мэгги все руки не доходят вот настолько много всяких разных дел что просто нет времени взять эти две работы поехать в багетную мастерскую сказать что вот давай делай как надо поэтому пока вот уже столько лет два года висят вот так представляете ну надо будет заняться конечно надо так еще одна моя любимая любимая работа это риолис персидский сад мои павлины шикарное здесь у меня оформление также используются две рамы составные узкая синяя и вот такого бежевого цвета пошире рамка смотрится как единое целое и очень гармонично подчеркивают всю композицию такое оформление здесь у меня два пера от павлинов так ну эту работу тяжело показать потому что темная паспарту и все как в зеркале отражается но тем не менее постараюсь немножко ее показать это оригинальный набор анкор у меня был с трудом я его доставала просто чудом каким-то он мне достался вышивалась работа на ура на одном дыхании очень очень приятная красивая теплая работа получилась дизайн и оформление здесь вот такая рама она у меня уже использовалась феи розового сада и темная паспарту темная и светлая два паспарту вот такая коллекция у меня оформленных работ ну и пользуясь случаем покажу вам мои также неоформленные работы ну и хочу заодно показать вам мои неоформленные работы конечно все эти работы вы видели некоторые я закончила совершенно недавно ну так для интереса еще раз давайте их посмотрим мне доставляет это удовольствие и я думаю вам тоже будет интересно ну вот одна из последних работ завершенных это ангелочек с ягненочком чудесная прекрасная работа сложно мне она давалась потому что я ее вышивала знаете вот таким вот марафоном мне хотелось ее завершить дошить и я ночами ее вышивала но результатом я очень-очень довольна я рассказывала что здесь очень сложный бикстич который у меня не хватило сил полностью идеально вышить ну насколько смогла я его завершила в любом случае все смотрится очень красиво очень мило эти глазки такие давайте еще покажу мличко какое хорошее глазиночки какие да хорошо проработано лицо молодцы девочки хорошо подобрали все цвета и оттенки хорошая разработка я всем-всем довольна идем дальше 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 у нас вот такой большой корабль отриолис давно я его вышивала но к сожалению так и не оформился потому что не нашлось для него местечко работа не маленькая 60 на 40 поэтому местечко ему нужно тоже такое знаете представительное пока вот не нашлось но всегда есть шанс оформиться и занять достойное место но пока лежит и я вот иногда открываю этот рулончик смотрю вспоминаю как как его вышивала какой был у меня опыт тогда когда я взялась за эту работу 60 на 40 для меня это было просто гигантский размер какой-то героический подвиг я сама для себя выполняла но теперь уже уже мне это как бы не составляет труда есть опыт и работа в общем-то легкая если кто хочет вышивать очень-очень легко вышивается так а здесь у нас осенняя рябина от морички вышивка лентами попробовала я вышивать лентами и мне очень-очень понравилось вышивается легко а эффект просто потрясающий но вот что могу сказать от фирмы моричка сами материалы мне не понравились основа очень тонкая ленточки рыхлые рвутся разлазаются не очень качественные материалы вот у чаревной мыть намного намного качественный и лучше но в любом случае хороший результат получился и эту работу я скорее всего скоро подарю моей маме потому что у меня уже много всего навешано на стенах а у мамы еще мало поэтому она любит рябинку вот ей подарок пойдет скоро Дименшинс мои рыбки мой подводный мир такая красота здесь голубенькая канва и да такая плотная это американский набор еще сансет был да и так было интересно вышивать всяких этих рыбок разноцветных возможно работа никогда не будет оформлена но удовольствие от ее вышивки я получила но и сейчас от созерцания тоже конечно получаю и хочется что-то вышить еще каких-нибудь рыбок сказочных интересных посмотрите как интересно сделаны переходы цветов прямо чешуя это переливается крабики рыбки скаты тут полицейские я их называю греческие полицейские да такие рыбки хорошие такой ухрюмый какой-то рыб красота ну он черепашка видна ее тень здесь он какой-то кракозябрыш да красивый красивый дизайн мои круги от фирмы панна панна вообще рулит выпускает очень интересные дизайны и знаете они не меньше чем диметчис привлекают мое внимание конечно диметчис разработки они намного круче не спорю но вот есть и у панны очень много интересных дизайн интересных вот как эти круги простые дизайны но они мне очень нравятся и привлекают внимание два я вышла вот это ветер а вот здесь вот у нас огонь да знаменитые мои круги и я надеюсь найду себе в этом году силы и вышлю еще землю и воду прям очень-очень мне уже хочется эту красоту как-то уже оформить то ли в подушке то ли в картины не знаю но буду-буду оформлять и любоваться посмотрите какая яркая картина будет да шикарно сэмплер сэмплер вот такой вот простой сэмплер теплый летний душевный такой деревенский такие подсолнухи здесь прекрасненькие очень красивая работа что-то в пару бы придумать вот вот за вдохновением по сэмплерам я хожу к Елене Ветровой на канал у нее всегда все самое-самое лучшее не нужно нигде тратить время по интернет-магазинам изучать эту тему у Елены Ветровой уже все выучено идешь и выбираешь только лучшее из лучшего спасибо Лена за вдохновение так а здесь у нас а здесь у нас простите риолис шерсть материнская любовь по климту очень легкая работа вышивается просто на одном дыхании потому что вот это все вышивается вообще одним цветом бери штопой ну а сама красота она находится вот здесь в волосах и в этих вот абстрактных кругах и завитушках и конечно же бисер украшение бисером очень дополняет эту работу оживляет здесь вот малыш и мама что же может быть прекрасней в целом свете такая красота так вот здесь у нас ланцвит детская работа но не по-детски сложная сложная действительно сложная здесь скажем так для профессионалов темная основа аида шестнадцатого по моему каунта много цветов много мелкого дробного бэкстича много-много деталей частая смена нитей в общем непростая работа но какая она интересная какая она вкусная какая она красивая сладкая душевная здесь все так хорошо и сладко спят и только вот один такой жучочек нянь с лампочкой с фонариком простите не спит он у меня получился такой серьезный наверное потому что только он один не спит да вот такие здесь цветочки звездочки ночь такая тихая красота опять же не оформлен пока потому что ждет пару а когда руки дойдут неизвестно следующая работа вышивала по дизайну фирмы ланарты дизайнер мажолин бастин чудесная фарфоровая ваза с летним таким букетом садовым здесь совершенно разные цветы лютики розы ньютоны глазки гортензии ягодки все что было в саду было собрано и помещено в эту вазу настолько сладкий аромат остается который привлек и две бабочки и шмеля кто здесь шмель наверное да вот вышивала на линии 27 каунта ниточками дмс ну и опять же опять же либо ждет пару либо ждет вдохновение на оформление мой бёрдж поинт дименшин чудесная работа так было интересно вышивать интересно было подбирать ниточки я делала свой подбор схемка старенькая такая не очень четкая ну нужно было поработать ну и в этом тоже есть такой знаете азарт да вот через сложности пробираться и часть шаг за шагом преодолевать их основу красила чаем поэтому остались разводы вот ну что делать ну в любом случае все это уйдет под паспарту под раму поэтому совершенно меня это не расстраивает самое главное результатом я очень довольна я думаю что от оригинала не отличить но если поставить рядом и уж сильно присматриваться как эксперту можно найти отличия а в целом я думаю что у меня все получилось так еще одна работа из последних бисер тайная вечеря от фирмы чарим намыть очень красивая бисер здесь хорошо подобран хорошая печать в процессе у меня ничего не затерлось не испортилось и здесь не только бисер но также и золотая нить используется в украшениях она очень блестит бисерубка бусины бисерины ну и самое главное очень хорошая подборка бисера опять же пока не оформила но очень-очень надеюсь что скоро это сделаю так ну что здесь давайте я покажу еще бисер работы это две бисерные работы от фирмы чарим намыть от чаримной мыть частичная зашивка вышивала пару лет назад и в процессе ну наверно по итогу я как-то разочаровалась что-то мне не понравилось а вот сейчас снова смотрю и знаете поменялось вот уже мнение вот уже опять люблю эти работы и было бы куда я бы их с радостью оформила так покажу вам поближе бисер блестит как сейчас хорошо видно красиво хорошая печать вот видите как настроение это переменчивое то нравится то не нравится покупала очень нравилось вышло не понравилось прям расстроилась убралась сейчас смотрю опять все нравится очень-очень красиво очень стильно чарим намыть я кстати очень люблю эту фирму окей убрали ну и остались маленькие работки маленькие-маленькие работки быстренько пробежимся посмотрим ну это всем известный ангелочек чудесные иглы замечательный такой малышок сердечком вот ящерка такая из бисера я кстати уже придумала как я ее буду оформлять руки пока не доходят к этому процессу но скоро-скоро к сожалению почему-то вот камера показывает бледно-желтый цвет конвей она ярко-ярко-желтая жаль жаль неправильная передача цвета так марка марка это рукодельные забавы великолепнейшие набор у них и эту марочку мне дали дарила Валерия Сарычева очень я рада что у меня появилась такая возможность была такая возможность попробовать эту фирму потому что это действительно что-то что-то необычное что-то вот увлекательное не просто вышивка а какой-то вот праздник праздник рукодельный прикольно и вот особенность этого дизайна это уже напечатанные эти 32 копейки почта СССР 1976 год меня даже тогда и не было в планах а Dimensions мои петухи welcome to the cube какие красивые петушки здесь используется много разных стежков лэйзи дэйзи гладь так камера не настраивается настраивайся гладь используется вот в хвостах каждый петушок он разного цвета вот это вот черненькая тут не вышивается только французские узелки этого петушка вот эти два вышиваются прикольная работка она будет как-то в пинкип наверное оформить в пару вот с этими курочками я их обожаю этих курочек этих дамочек вот собрались подружки чай пьют губы накрасили кудахчат о своих о своих каких-то делах вот такая красота наборчик Dimensions оригинальный был взяла и вышла классные 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 такие вот курочки вот и все вот это все мои работы оформленные не оформленные вот такой вот у меня здесь такая пачка буду сейчас все это скручивать складывать упаковывать ну а на этом у меня все надеюсь вы хорошо провели время повышевали чайку кофейку попили желаю вам хорошего настроения ну и до новых встреч пока пока до новых встреч